190 участников, 5 команд, 45 докладов. В стенах Саровского физико-технического института прошла ежегодная конференция по гуманитарным и социальным наукам. Студенты первого курса в течение недели представляли своим сокурсникам и жюри доклады, посвященные жизни известных исторических деятелей и различным событиям мировой истории. Ребята выбирали тему сами, по своим интересам, что им важно, что им интересно. Практически все команды выбрали сами, за редким исключением, что-то я подсказывала. Но в основном все сами. Я очень рада, что они интересуются историей, что им интересны и крестовые походы, и Уолхалл, художник Энди Уолхалл, и маршал Василевский у них, и Эмилия Панкхёрст, и франко-прусская война. То есть очень много интересного разобрали. Конференция проходит каждый год для первокурсников, которые готовятся к экзамену по мировой истории. Во время пандемии научные мероприятия перенесли в онлайн-формат. Интернет вдохнул в нее новую жизнь. Работы тогда оценивали эксперты со всей страны. Преподаватели МГУ МИФИ Оренбургского государственного института искусств. В этом году у нас не получается, конечно, пригласить членов жюри. У нас в этом году все очные жюри. Это преподаватели нашего института и студенты-победители предыдущих студенческих конференций. И также нам помогает очень православное творческое объединение «Мир». Роман Валерьевич Сванец и Ирина Михайловна Семенчук. Но у нас по-прежнему участвуют с нами вместе Оренбургский государственный институт искусства имени Мстиславы и Леонида Растрабовичей. Студентам необходимо было объединиться в группу по пять человек и сообща выбрать тему. Для подготовки докладов пользовались и специальной литературой, и историческими сериалами. Во-первых, это наша первая конференция, и было достаточно тревожно. Но все доклады были очень интересные, и видно было, насколько много работы и труда было в них вложено. Каждый доклад был очень хорошо проработан. Поднимали на конференции социальные темы, например, гендерное равноправие. Команда Марии Поляковой решила рассказать о жизни Эмилин Панхёрст. Это британская общественная политическая деятельница, защитница прав женщин, лидер британского суфражистского движения. Она начала бороться за права женщин, потому что в те времена, в конце 19-го, начале 20-го века, была очень сложная ситуация. У женщин практически не было прав, они не имели права голоса. И нас это так и заинтересовало, что мы решили подробнее рассмотреть, как все-таки женщины добивались своих прав. По словам Марии, благодаря конференции она и ее сокурсники научились работать в команде. Грамотно распределять обязанности внутри маленького коллектива. Кроме того, студенты получили опыт публичных выступлений. Мне очень понравилось участвовать в конференции, это незабываемый опыт. И я желаю всем попробовать себя в этом, ведь это очень необычно и интересно. Ну, хоть и волнительно, но я думаю, что каждому стоит попробовать на себе это. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.